Лепард-1 для Украины. СМИ узнали, сколько танков может передать Германия. Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Лепард-1. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на немецкую газету Züdeutsche Zeitung. Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина, в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rainmetal продать Киеву десятки старых Лепард после их ремонта на общую сумму, более 100 миллионов евро, пишет газета. Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами, старым танкам Лепард-1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются, от более новых Лепард-2. Кроме того, проблемы с боеприпасами, также могут возникнуть в ходе поставок зениток Джепард. Снаряды к ним производятся в Швейцарии, которая до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт, в Украину на том основании, что это нарушило бы ее нейтралитет. Однако некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию. Как сообщалось ранее, правительство Германии, одобрило поставку танков Лепард-1 в Украину, из промышленных запасов, и ведет переговоры о закупке 15 зениток Джепард, у Катара для отправки в Киев. Также мы писали, что западные партнеры передадут Украине, 321 танк, в рамках военной помощи через российское вторжение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.